Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый Да здравствуй, дружба народу, мне почему-то захотелось. Вначале воскликнует передача «Союз нерушимый». Да, добрый день. Начинается именно «Союз нерушимый». По традиции в этой студии ведущие Азиз Алиевич Агаев. И Владимир Смитов. И я поддерживаю ваш лозунг, криками «Ура!» Все слышат. Добрый день. Дальше можете говорить лозунги. Сразу же хочу представить нашего гостя. Наш постоянный гость, эксперт и наш друг Эльнур Гусейнов. Президент благотворительного фонда «Азербайджан». Член общественной палатки Кировской области. Руководитель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству при ОПКО. Здравствуйте. Эльнур тот человек, который, можно сказать, координирует. Жизнь всех абсолютно диаспор, которые находятся на территории области. Так или иначе, приходится... Не координируясь с сотрудничествами с ними. Ну ладно, не прибедняйся. На самом деле, ему как к руководителю рабочей группы, общественной палаты, ему приходится заниматься координацией. И, конечно, приходится заниматься планированием, координацией совместных мероприятий. Так что ты не прибедняйся. Мы не потому, чтобы ты два арбуза под каждую подмышку, так сказать, взял и возгордился, а потому что, констатируем некоторые факты... Ну, сейчас пропагандируют, что арбузы нельзя кушать, так что я без арбуза сегодня... Кто пропагандирует, что нельзя арбузы? Радиеха Москвы. Радиеха Москвы? Да, и сказали, что нельзя кушать. Сидельников тут сидит, ничто не кушает. Смотрите, это почти межантинациональная пропаганда. Эль Мюра имеет наш эфир пятничный. Да, да, я же слушаю. Да, были у нас специалисты, которые... В частности, начальник управления развития предпринимательства Александр Сидельников сказал, что вот лично он пока еще арбузы не кушает. И не рекомендует. Вот в сентябре... И все подумали, что нельзя кушать арбузы. Ну, Александр Сидельников человек северный, он может и до октября, не есть арбузы, так что, да, но мы уже едим. Кстати, азербайджанские арбузы можно купить? Здесь нельзя купить, потому что их очень дорого сюда перевезти. Далеко, конечно, но Сабирабадские арбузы в Азербайджане – самый вкусный арбуз. Это район, да? Да, район Сабирабад. Ну, я думаю, что на самом деле, если дороги будут еще больше открыты между двумя странами, то Сабирабадские арбузы тоже доберутся до Киева. Вот Одесский недавно уже ездил как раз-таки. Но он без Сабирабадских арбузов вернулся, и это вот почему-то... Я просто... Я имею в виду, ездил для того, чтобы контакты какие-то установить, да? Да, 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 но арбузы пришлось по дороге съесть, но контакты установили. Это хорошо. Хорошо, ну, на самом деле, сегодня такую тему-то для наших слушателей приготовили серьезную и важную. Будем сегодня говорить о сфере деятельности, о которой многие, наверное, мало что знают, а многие вообще ничего не знают. Это просто, ну, как-то небанально звучит, но приходится повторять. Живем мы с вами в очень даже неспокойное время, да, когда может произойти внезапно абсолютно что-то плохое, и это будет сделано руками тех людей, которые уверены, что это надо делать, вот надо, исходя из своих целей. Но это, конечно же, трагедия и беда в понимании обычного нормального человека. В общем, мы будем сегодня говорить о противодействии терроризму. И экстремизму. Да, потому что определенная работа, мы знаем, ведется у нас в городе, и задействованы здесь и диаспоры, в том числе. Это все обсуждается, и вместе с ними, и полиция, и всевозможные другие правоохранительные органы тоже. Вот, Ильнур, давай обо всем сегодня подробно расскажем, что происходит у нас. Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день, Настя Залеевич, Добрый день, Володя. Конечно, вот Володя сказал, что терроризм, экстремизм – это самая больная тема не только там, в России, это всего мира. И мы как раз в рамках общественной палаты и в рамках своей рабочей группы, которая создана на площадке общественной палаты Кировской области по межнациональному и межконференциальному сотрудничеству, мы разрабатываем различные механизмы. И со студентами... Вообще, как давно уже начали обсуждать эти вопросы? Ну, этот вопрос постоянно у нас на контроле. В принципе, вопрос экстремизма, вопрос терроризма, вопрос там национальных побуждений. Вот данная рабочая группа, она ведь не только в этом созыве общественной палаты, да? Нет, и она и в предыдущем созыве, да. В принципе, мы очень честно работали и так же с диаспорами, руководители диаспор, заинтересованные граждане входят в рабочую группу. И как раз в рамках рабочей группы мы разрабатываем различные механизмы, чтобы работать со студентами, основное направление со студентами. Потому что многие студенты переезжают в нашу область, учитывая наши вузы, в том числе медицинские вузы, очень много студентов из-за рубежа даже, там из дальних, там из-за рубежа и ближних. Ну, это связано с тем, что вузам установлены нормативы по приему зарубежных студентов. Да, зарубежных и преимущественно это бывшие союзные республики, да? Там преимущества нет, но есть норматив, что у тебя должно учиться столько-то и тогда зарубежных студентов. Мы в рамках нашей передачи, кстати, общались с этими студентами. Ну, вот, значит, в рамках как раз рабочей группы и в рамках концепции уроков мира, вот у нас сейчас разрабатывается как раз концепция уроков мира совместно с Советом ректоров Кировской области, с вузами. Мы очень честно работаем. Также у нас есть член рабочей группы Ирина Юрьевна Тружкова, Катаева Наталья Алексеевна. Мы совместно с ними тоже разрабатываем вот эту данную концепцию, потому что, соответственно, мы Ирина Юрьевна, я и Наталья Алексеевна. Но о ней чуть позже, я думаю, можем поговорить. Ну, у нас концепция уже в сентябре будет практически как этот макет, приблизительный макет уже готов, как буклетик, да, согласованно. Также у нас уже концепция будет готова, мы, конечно, об этом расскажем тоже. И это буклетик тоже сделано, значит. Я поясню нашим слушателям, мы сейчас каждый в руках держим, да, вот буклет, называется «Россия против террора», где собраны вот такие основные моменты, в том числе, что же грозит за эти вещи. Ну, вот этот буклет, скажу, что вот уже согласованный буклет, ну, требует доработки. Согласованы статьи, согласованы с правоохранительными органами, с прокуратурой, отделом по борьбе терроризма и экстремизму. Они тоже очень активно участие принимают в нашей рабочей группе, мы неоднократно встречались. Здесь также ассоциация молодых юристов, молодых юристов вместе с нами, совместно с нами работает и входит в рабочую группу. В принципе, вот макет уже согласован, статьи согласованы определенные, фотографии согласованы, потому что мы уже два месяца это согласовывали. То претензии со стороны прокуратуры, то претензии со стороны МВД, отдела по борьбе экстремизма и терроризма. Ну, вот мы перешли к такому, что... То есть суть-то в чем? Надо показать то, что, опять-таки, не нарушает свою очередь, да? Да, не нарушает свою очередь, что... Нормы закона и моральные какие-то... Ну, здесь, да, в том числе и моральные, скажем, побуждения человека, который будет брать этот буклет и читать будет. Мы старались максимально сюда закладывать определенную КРФ, там, Российской Федерации, статьи, там, 205, допустим, террористические акты, там, призывы к экстремизму, да? Статья 282, часть 1-я. И здесь эта статья уже изложена, а дальше здесь будет доработка, в чем находиться, я об этом тоже расскажу. Дополнительно нас поддерживает правительство в Кировской области, особенно, значит, Министерство внутренней информационной политики тоже принимает участие и принимают, разработки тоже принимали участие. Здесь, вот видите, логотип общественной палаты Кировской области немножко будет изменен. В первую очередь туда будет, как бы, это у нас просто макет приблизительный, тут будет логотип, значит, области. А также будет логотип добавлен, будет, ищем сейчас, кто, может быть, нам поможет, как бы, оказать помощь о распечатке, потому что требуется 10 тысяч экземпляров. Это не только уже в вузы будут распространены, а также договаривались с местным МВД Российской Федерации. Прости, я хотел задать этот вопрос, да, для кого, на кого рассчитано, ты сказал, на студента все-таки рассчитано, да, этим? Ну, это основной на студентах рассчитано, с кем мы работаем, с теми студентами, с которыми мы работаем. Но мы еще дополнительно договорились, значит, МВД России по Кировской области, что они тоже будут в районах распространять своих участках, там, скажем, дежурных частей. Ну, будет лежать там на участках. Участковые будут этими, скажем, путеводителем, можно сказать, да, пользоваться, там, рассказывать, будут ездить там школам, тоже будут рассказывать, собят там раздавать будут. Вот, также в Синер-России переговоры ведем, чтобы заключенными это тоже дать, чтобы они почитали, немножко, значит, были подкованы юридически, знали, что вот эти, если акты какие-то совершаются, что их ждет в будущем. На что-нибудь, там, натыкаться, на определенные, там, наказания. У меня вот технический вопрос, вот, логотип правительства, там, что они оказывают помощь, там, а какую, вот, они правительство области, вот, конкретную помощь, как бы, оказывают? Ну, скажу таким образом, что они сказали, что информационную помощь нам окажут, в принципе. То есть, еще только окажут, а, то есть, а какую информационную помощь, то есть, что они будут делать? Да, информационную, и также распространение, там, по области, значит, по их, там, участкам, может быть, этот логотип. И мы так решили на рабочей группе, что будем добавлять. И сейчас еще, а, самое главное, вот, не сказал. То есть, добавить только потому, что добавить, потому что это правительство. А на самом деле у правительства нету, как бы, оно даже ни в разработке, ни в продвижении этого не участвует. Нет, ну, по продвижению-то они будут участвовать. Вы же понимаете, если там кто-то скажет наверху, то... Не-не-не, ребят, не так, давайте не будем, нет. Нет, пока я не слышал, что правительство там хоть каким-то образом боком к этому приближалось. Александр Юрьевич принимает участие, как раз... Я имею в виду Александра Березина, зам, как раз-таки, министра внутренней информационной политики. Он ходит как раз в рабочую группу, каждый, последний раз как раз мы обсуждали, в принципе, где что изменять, дополнение. То есть, это повод для того, чтобы включить логотип правительства. Ну, я думаю, что если человек... Ладно, это прямые обязанности Александра Юрьевича, пусть он этим, как бы, и дальше продолжает заниматься. Участвовать, в принципе, представитель правительства, значит, мы сочли нужным... Ладно, хорошо. Значит, ввести логотип... Логотип Эхо Москвы тоже, потому что мы обсуждаем на радио Эхо Москвы. Да, почему бы нет? Ну, мы не настаиваем, конечно. Почему именно такая форма, почему именно такой формат выбран? Почему не плакаты, не знаю, не афиши какие-то? Ну, вот такой формат, потому что более мобильный. Ролики. Более, скажем так, распространять можно легко. Он там любому человеку отдал, он увидит, там читает. Войдет в карман. Да, войдет в карман. То есть, формат сам по себе очень интересен, потому что, ну, взял и положил сразу. А если он будет больше или меньше, его все равно будут складывать, думать, как там положить. То есть, вариант такой карманный. А также у нас же студенты, студенты, основной расчет, я сказал еще, повторяю, что это как бы было направлено, сделано специально направлено для студентов. У нас же студенты, многие там учатся, времени нет, чтобы видео смотреть. У нас в планах есть и видео снимать, конечно, ролики будем снимать, как бы социальные ролики. Как раз об этом я рассказывал в Рео губернатору при встрече. Вроде они сказали, что поддерживать, будут поддерживать как раз данные социальные ролики, которые направлены по пропаганде, значит, и в развитии междунациональных, по гармонизации междунациональных и междунациональных отношений. Вот такие ролики будут. Я по содержанию хочу, ну, хорошо, согласовали содержание, все, здесь информирование о статьях, части, которые касаются терроризма и экстремизма. Хорошо, ты сам-то, получается, концептуально, вы отвечаете на вопрос, на определенный, да? Ты сам-то считаешь, что в основе вот этого зла лежит им не знание этих статей, или все-таки убеждение этих людей, которые они там совершают, так сказать, творят это зло? Один Александр Ильич, категория делится людей, также студентов. Допустим, юристы, они, естественно, изучают это. Ну да, вот студент юриста, ему, в принципе, он знает ответственность. Ну да, он знает, но, тем не менее, юристов тоже бывает немало среди этих людей. То есть я... Ну вот дело в том, что вот определенно юристы знают, категория, по чем, сказал, делится там студентами, да, там, вот они, многие интересуются статьями, вообще там, своим уголовным кодексом, своим правами Конституции Российской Федерации. Много студентов вообще там, ну, человек, ему не интересно. А лишний раз взять его, почитать, поймать, вдруг он почитает и сразу осознат, что вот, слушай, если я буду призывать к терроризму, мне 205-я статья ждет, там, отрета, пяти лет лишения свободы, может, он одумается. Или же там, мир без терроризма, счастливая семья, там, дружба народов, да, там, увидит там картинку, если человек там какой-то злой, скажем. И подобреет. Напомним, да. А тут, может быть, и подобреет, надеемся. Ильнур, вот, да, еще уточняющий вопрос. Будет серия таких брошюр? Серия, то есть другие какие-то аспекты будут освещаться? Ну вот сейчас мы держим в руках, да, конкретно этот, санкциях, да, за эти вещи. Мне бы, например, еще хотелось, ну, как-то, может, печально, конечно, но вот каких-то конкретных человеческих историй с тем смыслом, что это плохо заниматься этим. Это вот в концепции мы будем, как бы, изложим в концепции, в принципе, это брошюрки просто для того, чтобы там ознакомительного характера видеть. У меня-то впечатление, что полухолостой выстрел-то, вот, эта брошюра, ну, информируется, ну, есть статьи там. Но человек очень часто не по незнанию, он, очень многие люди знают, что за это будет, но, тем не менее, идут. Это вопрос, мне кажется, убеждения, это вопрос того, что эти люди не нашли себя, как бы, в этой жизни. Они часто по жизни шли на компромиссы с совестью, никто им не сказал, что вообще не единый компромисс с совестью. Потому что мы с тобой здороваемся и говорим друг другу салам алейкум, очень часто и своим русским знакомым, и другим говорим салам алейкум, да. И эти люди тоже говорят салам алейкум, но они не знают значения этого слова, да. В общем, Ази Салевич говорит о более тонком подходе. Ази Салевич, я согласен, я согласен, каждое решение, каждый путь для того, чтобы там оптимизировать и консладировать ситуацию, для дружбы, любой вариант должен использоваться, чтобы люди жили вокруг дружно. Ну, это один из вариантов. Естественно, их много будет. Я сказал, вот будет ролик сниматься, концепция урока мира. Мы ездим, специально рассказываем в вузах о семье, о доброте, о том, как вы говорите, да, о значении салам алейкум. Скажем, люди понимали, что это такое, да. Вот, и также хочу еще добавить, вот здесь видите, сзади написан номер телефона дежурной части УФСБ России, МВД России, полиции, да. Дополнительно сюда будет еще включен и пархия номер телефона, и муфтиата Кировской области. Почему? Да, что это может быть за такая ситуация как-то представителям? Может быть телефон доверия еще какой-нибудь психологической службы, там, еще чего-то. Вот смотрите, человек, если там экстремист какой-нибудь, да, возьмет, почитает, вводит номер телефона, многие сразу пугаются, там, обращаться правоохранительным органом резко. А может он возьмет там епархию, наберет, определенным с отделом свяжется, приглашает его туда, с ним собеседование ведут, а также с муфтиатом, вот, в принципе, с муфтиатом, а также с епархией, мы уже договорились, у них есть телефон также доверия, они готовы как раз эти мероприятия брать на себя и также участвовать в них очень активно, для того, чтобы наши молодые ребята не попадали в какие-нибудь радикальные группировки, секта. Это не только там определенные... Сейчас вот мы привыкли, да, там, многие говорят, если ты мусульманин, значит, ты экстремист, если ты в исламе, значит, ты террорист. Это вообще разные термины, эти термины вообще никак друг с другом невозможно их рядом ставить, потому что всегда человек может оказаться в каком окружении, из этого окружения вводят его там какие-то, может быть, негативные отношения к обществу, а наоборот, или же положительные отношения к обществу, да. Если меня окружают одни люди хорошие, значит, если у меня на душе какое-то там темное пятно, я хочу там что-то совершать, вот хорошие люди меня побуждают. Окружение их, я уже начинаю осознать, что да, плохие деяния – это плохо, это нельзя, это уголовным кодексом, и также можно будет срок какой-то получать. А если, конечно, я хороший, меня окружают одни плохие люди, они меня за собой могут таскать в тот путь, в котором они находятся. Из этого вот такие вот моменты, каждый момент, я говорю, как Айзарич правильно подчеркнул, это может быть пустой выстрел, но мы каждый момент пытаемся максимально воспользовать, для того, чтобы наши молодые ребята, молодое поколение вели себя более дружно и жили в мире согласия. Я сказал полухолостой, потому что, ну да, проинформировать тех, кто не знает, что за это будет, ну, проинформировали. То есть я в том смысле, что вот все, что ты говоришь, правильно, но глубже, может быть, надо во все эти вещи. То есть, ну, например, ты говоришь о том, что, да, вот сейчас там кто проповедует, там, ислам, там, какое-то негативное отношение. Ну, я скажу, я проповедую ислам, то есть я, значит, мусульманин и верую в Аллаха и так далее, и так далее. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что сейчас там в прессе и вообще в последнее время активность такую проявляют именно те, кто себя называют последователями ислама. Хотя мы с тобой сегодня можем сказать, что они вообще к исламу как к таковому отношению не имеют. Но мы прекрасно знаем, и об этом тоже надо говорить, что до этого, 20 лет назад, более активными последователями террора и экстремизма были христиане разного толка. То есть если посмотришь по истории, кто террористичный, кто ирландский, кто все там, ну и так далее, и так друг с другом там. Вопрос-то не в этом, а в том, что человек, который пошел, мне хочется, чтобы мы старались по ходу закрывать дороги вообще в эту сторону. Вообще в эту сторону. То есть когда человек приходит, это когда приходит человек и говорит, вот по моим канонам ты неправильно живешь. Слушай, у нас есть мусульманская притча, да, где говорится, там есть такая притча, человек заходит, значит, это про халифа, халиф вышел ночью гулять, значит, по городу, по Багдаду, слышит там, во время поста музыка играет, значит, вглянул в окно, люди там вино пьют и еще и там закусывают, так сказать, а нельзя там, да. Он, значит, стучит в дверь, ему не открывают, он залезает в окно, говорит, ах ты такой сякой, значит, грешник, я тебя сейчас к ответу. И ему хозяин-то отвечает, я, говорит, один раз нарушил пост, а ты три раза нарушил уже заповеди шариата. К халифам говорит, что я сделал, он говорит, первый, в Коране написано, что заходя в дом, ты должен поздороваться с человеком, второй, ты не должен входить, пока тебя не пригласили, и третий, ты всегда должен войти в дверь. А ты в окно. А ты в окно, то есть, понимаете, да, то есть есть вещи, которые людям постоянно, нельзя человек, человек грешит определенным, каждый из нас так или иначе грешит, давайте мы людям будем рассказывать такие вещи, что есть компромиссы и компромиссы недопустимы. Почему люди идут в том или ином направлении злом, не достигая каких-то целей, потому что они видят в окружении и среди людей, которые управляют их жизнью очень часто, массу компромиссов с совестью, направленных против людей, понимаете, и они не находят какого-то, я не оправдываю сегодня никого, эти тоже входят в компромиссы, не читая аяты Корана, например, или, значит, ценные строки там Библии, где говорится там не убей, где говорится, что не кради, где говорится, что Аллах говорит, что я приравниваю убийство одного человека, убийцу всего человечества, и ты будешь гореть в аду за то, что ты это сделал. Кто им это должен говорить и где они это должны услышать? Есть массу таких вопросов. Понятно, мы выстрелили, мы сказали, да, вот смотрите, вот тут 5 лет, 15 лет, там 20 лет, в зависимости от тяжести попадешь. Давайте концептуально думать о том... Я правильно понимаю, что вот эта вот приведенная статья Уголовного кодекса для истинного мусульманина, это, ну, наказание-то духовное, все-таки в первую очередь. В первую очередь духовное, в первую очередь грех перед силующим, конечно. И я об этом и хочу сказать, что хорошо мы им сказали, может быть, потому что очень часто люди, совершающие такие вещи, они о духовном меньше всего думают. И вообще не понимают, что такое духовность. Они о духовном-то... И это хорошо, что мы кое-кого проинформируем, скажем, что ты балбес, идиот, если ты рассчитываешь деньги получить за это, за то, что ты сделаешь там, да, то ты... Может быть, в какой-то момент ты успеешь получить, но дальше-то, что с тобой будет, а еще и с твоими родственниками, возможно. С этим всю жизнь будет жить, с плохими деяниями своими. Понимаете? А уйдет-то он, это уже не исправить. Это даже покаяние с таким количеством, например, сделанного невозможно. Я боюсь употреблять, так сказать, некоторые слова, и поэтому так... Понимаете, да? Вот, хорошо, давайте концептуально смотреть, как сделать, чтобы наши дети, независимо от их вероисповедания, не просто не шли дорогой зла. Вот, вы думаете над этим? Чтобы они не просто не шли дорогой зла. Потому что первым шагом к дороге зла является компромисс со своей совестью. Ази Алисович, вот... Понимаете? Мы сейчас живем в каком обществе, да? Вроде 21 век, информационные технологии каждый днем развиваются, и живем в информационном потоке, постоянном, да? Если постоянно мы открываем ящик, телевизор... Я чуть повыше микрофон. Ящик называю, да, телевизор. Если мы открываем, постоянно там видим лицо, там, кавказской национальности, или какое-то лицо что-то сделал, негативные потоки, или где-то что-то... Мне вообще не нравится вот слово, там, допустим, запрещенное, говорят, исламское государство. Причем исламское государство? Вообще давайте не будем употреблять это слово. Кто их там создал, это государство, там, да? Там различные формы есть. Почему слово «ислам»? Вот это вот постоянно у людей крутится в голове. Ну, я тоже против, чтобы называть исламское государство и говорить запрещенное. Надо говорить, надо говорить, исламское государство, подождите, исламское государство Леванта, и у них полное это название. Понимаете? У них же ИГИЛ идет. Исламское государство, там, чего там, ну, как двух, Ирака и Леванта, по-моему. Так вот называется, да? Потому что Иран тоже является исламским государством. В общем, вы говорите о том, что в этом информационном потоке вот эти ключевые слова, в том числе слово «ислам», они все больше и больше ассоциируются с негативом. Да, и это плохо, это плохо на самом-то деле. Смотрите, это как раскручиваемая спираль. То есть, потому что, если вы это раскручиваете, то, соответственно, тем, кто проповедует ислам, ну, или последователями ислама являются, возникает негативное отношение, негативное отношение побуждает к обособлению. Обособление — это путь к чему? Ну, ничего хорошего, в общем. Вот именно, что вот, и к чему я так говорю, что вот каждый вопрос, он должен тонкий, на тонком волоске как раз, каждый вопрос, национальный вопрос, конфессиональный вопрос, его надо очень четко прорабатывать, разрабатывать, а потом уже переподнести. Ну, да, надо аккуратно со словами. То есть, слово «ислам» и «запрещенное» все время рядом, это вызывает определенную ассоциацию. Нам пора прерваться на небольшую рекламу, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Продолжается наша программа. Азиз Агаев и Владимир Сметалин. И наш гость Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», руководитель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству в общественной палате Кировской области. И сегодня тема у нас антитеррористическая пропаганда в Кирове. Уроки мира для школьников, которые фонд «Азербайджан» ежегодно проводит в школах и с вузами. Да? Давайте про уроки мира еще поподробнее. Концепция сейчас готовится. Уроки, они станут частью концепции или как это? Да, вот мы сейчас переговор уже, как я рассказал, в первой части ведем. В принципе, эту концепцию сейчас будем вкладывать уже детям от 4 до 7 классов. То есть до этого и работали со студентами? Да, со студентами. Сейчас уже у нас и общеобразовательные учреждения будут охвачены. Концепция будет разработана. Мы его будем обсуждать. Также пригласим в Министерство образования. С ними будем диалог вести, как эту концепцию в урок закладывать. Такой опыт уже есть? Где-то в других регионах? Такой опыт в других регионах нет. В национальных республиках есть. Называй, у нас в Азербайджане есть такой опыт. Азербайджан совсем другая республика. Тем не менее, это многолетняя история. В современном российском образовании ведутся общества знаний в рамках определенного урока. Но там не все изложено, что может получать ребенок. То, что мы сейчас обсуждали, вопросы различного характера информационного потока, как люди сами себя пропагандируют, как психологически их подсознание возбуждается постоянными новостями. Иногда дурацкими новостями. Особенно последние новости про женское образование, которые часами крутят. Для чего это надо вообще? С чем это связано? Мы сейчас с одного на другое прыгаем, как Азербайджан сказал правильно, что с чем это вообще связано? С исламом это не связано никак. В исламе есть обрезание. В исламе есть. В иудаизме и в исламе есть обрезание мустою. То, что это не один из канонов ислама. Это добровольно тоже. Но там говорит, в хадисах говорят, что да, можно сделать обрезание. Другие пророки делали этого, скажем так. Есть вещи обязательные, по канонам есть вещи желательные. А также есть, допустим, в христианстве крешение. Тоже есть там. Кто-то может крещён, кто-то не крещён. Добровольно. Никто не заставлять и не принуждать. Давайте всех подряд будем крещать. Здесь никаких прав нарушений человека нет и ребёнка нет. А вот эти моменты, которые они постоянно муссируют, открываются. И связывается это с исламом. Опять же, с исламом. Хорошо. Ну, это всё-таки уроки мира. Вот это всё, что мы говорим, эти вещи концептуально должны учитываться в концепции, с которыми вы пойдёте. Потому что, если мы сегодня зададим вопрос, ну, я так думаю, вы можете соглашаться или нет, кто такой мусульманин, не мусульманину, они скажут, не ест свинину, значит, запрещено пить вино, значит, и, значит, когда молятся, всё время падают на колени, значит, да, и совершают обряд для режут баранов во время Курбан-Байрама. Я думаю, что многие школьники и этого не знают. Не, надо провести, кстати, такую исследование, потому что это почти стереотипно. С этих вопросов я, кстати, Эльнуру и предлагаю начать. Нет, мы это уже проводим, конечно, многие не знают. Вот ввели обязательно учебный год, вот в 2014 году ввели, да, там, основы религии, конфессии. А, программа там, основы религии. Вот лично мой ребёнок учится в школе. Сколько лет? Ему же 13 лет. В принципе, он там мне приходит, и мама говорит, что вот надо выбирать, что, какое получать, так я говорю, конечно, ислам. Она приходит, заявление пишет, директор её вызывает к себе, и говорит, что а значит, что у нас... Не можем. Мы не можем. Нет преподавателя. Нет преподавателя, нет возможности. Выбирайте, прочих ставьте, да. Да, выбирайте, или прочих ставьте, ничего не будете изучать, или же христианство. Вот такие моменты, вроде ввели, хорошо, а что учить-то, кто будет учить? Специалистов-то нет. Как раз вот сейчас в опорном ВОЗе есть такой специалист, специалист, как бы, открыли там, благодаря как раз Ирине Юрьевне Тружковой есть факультет антропологии, этнологии. В рамках этого как раз эти специалисты готовятся. У нас вот через два года мы хороших специалистов получим в Кировской области. Но только ещё через два года. Ну, а специалист... Вопрос специализации, это, конечно, тоже момент совсем тонкий, потому что здесь мы должны каждое слово, как правильно здесь Азиалич сказал, что надо его как связывать друг с другом. Как драгоценный камень нанизывать на ниточку один за другим. Чтобы никаких не было друг против друга какие-нибудь там противоположный вес. Потому что любое время это может порваться. Также национальный вопрос, также конфессиональный вопрос. Чем мы больше говорим там о национальном вопросе, значит, есть в этом проблема. если мы его с рук спускаем, получается, эта проблема где-то возникнет. И мы пытаемся как раз различными методами привлекать студентов, привлекать членов диаспор, руководителей диаспор, чтобы они тоже вели конкретную работу со своими диаспорами. Что если человек переехал, мы живём в Российской Федерации. Много национальная страна. Есть здесь и мусульманы, есть христиане, есть буддисты. Иудеи, есть и неверующие люди. Каждому надо относиться с уважением. Кто конкретно пойдёт рассказывать об этих вещах к детишкам? Нет, мы эту концепцию будем разрабатывать. После разработки будем согласовывать со всеми дистанциями, а потом уже Министерство образования будем передавать свои предложения. Да, они уже будут как-то разговаривать, какие-то диалоги с вузами, со школами, чтобы их включили определённые часы в уроках, чтобы дети могли изучать данные концепции. Там кратко обо всём будет изложено. Там об исламе, о христианстве, о иудеизме. Четыре конфессии, которые официально зарегистрированы на территории Российской Федерации. Знакомство с этими вещами планируется всё-таки добровольно или как-то так? Ну, как бы добровольно, если в рамках как раз общества знаний, можно будет там это уже изучать, рассказать. И с диаспорами мы переговоры вели, они тоже различных конфессий, готовы идти тоже рассказать. Главное, эту площадку надо организовывать. Хотя эта площадка не организована. Вот сейчас вон Дом Дружбы Народов есть, мы вот в рамках этого проекта Дома Дружбы Народов практически хотим каждый выходной определённый день, день открытых дверей, встречу организовывать со всеми, кто желает, придёт туда, можно будет изучать определённые культуры народов различных, каждые гадные, можно изучать скажем, какие-то региозные его характеры, скажем, пропаганду, или же знакомиться вообще просто с друг с другом, с кухней, какая национальность, чем дышат, как живут, какая у них традиция, как они ведут себя вообще в обществе, как они интегрируются в обществу. Потому что в школе-то всё-таки в школе и в вузах, вот понятно, Дом дружбы народов, честно говоря, вот ты рассказываешь, я сижу, размышляю, вещь довольно сложная, очень нельзя, я вот сейчас думаю, что преподавание и рассказ о религиозных культурах должен идти с неким критическим осмыслением, вот как нам рассказывали философию в своё время, например. Не рановато это в школе именно делать. Я имею в виду, что с критичным каким осмыслением, не просто говорить, а не говорить как религиозный деятель, не должен проповедник приходить от христианства или не должен приходить проповедник от ислама и рассказывать. То есть как человек над этим, да? Общеценность. Над всем этим стоять. вот должен, вот почему я говорю, что человек должен приходить, вот когда нам рассказывали, ещё раз говорю, например, о философии, греческой, римской, английской и так далее, и так далее, и так далее. При этом был некий взгляд и говорил, вот это их всех объединяет, вот это ниточкой проходит от античной философии до сегодняшней, например, философии, и так далее. А дальше, дальше уже человек двигается сам. У каждого свой путь к Богу. Понимаете? Нет разных религий, нет разных людей. Все люди одинаковые. И здесь пропаганда не идёт, чтобы там мы призываем вас к исламу или христианству или уидизму. Нет. Здесь общая концепция рассказывается. Мы провели как раз в Южеском колледже у Игоря Михайловича такой пилотный проект как раз сами провели. Там муж здесь сидел в Яцке, он рассказывал о христианстве. Отец Лебедев, Андрей, сидел из епархии, он рассказывал об исламе. И студенты полный зал был и таким удивлением слушали. Вот об этом мы говорим, что это очень хорошее. Это же объединяет. К сожалению, нам пора заканчивать. Да, я просто хочу сказать, что так и должно происходить. Вот это самый лучший вариант, когда священник от христианства должен говорить об исламе, а священник от ислама должен говорить о христианстве. Завершается наша передача. Это, напомню, программа «Союз нерушимый». Мы прощаемся с вами на две недели до пятницы. До свидания. Спасибо. Всем хороших уходных. Галинар Гусейнов, спасибо. Союз нерушимый Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова